Всем привет! Не знаю, как сделать так, чтобы сверху снимала, потому что, да, снизу не очень хороший вид. Ну ладно, пока так. Что-нибудь я придумаю обязательно. Ну, как мне... Да, я знаю, что нужно как... Штатив здесь никак не поможет, потому что здесь у меня стекло прямо над панелью этой дашбордкой. Как это называется? Да, над панелью приборов стекло. Небольшое расстояние здесь, и как бы тут ничего не сделаешь. У меня телефон-то и то получается. Чуть-чуть остается место. Вот. Куда его приделать, не знаю. У меня такая машина более как бы к спортивному ближе. Кстати, сейчас заезжала... Ой, видите, у нас там что-то делается. И уже которую неделю что-то они все роют, роют здесь. И поставили вот эти конусы. И конусы поставили, как сказать, это очень далеко. И мне, чтобы развернуться вот этот корпусом-то через вот этот конус последний, и я задела бордюр, когда заезжала. То есть как бы правой... Возле правого колеса. Там у меня... У меня очень низкая подвеска. Вот это вот... Хочу другую машину! Ну, как же быть там? Ну, просто когда мы поехали покупать, нам нужно было срочно машину. И нам какую дали, мы такую взяли. И радовались, как не знаю кто. Кто не смотрел это видео, посмотрите. Может быть, даже сделаю ссылку на него в конце видео. В конце этого видео. Так вот. Низкая очень. Я все... Где вот эти парковочные места? Там же вот бордюры такие, чтобы парковка тоже вроде бы не доезжала. Все равно... Этот... Снизу вот эта вот подвеска. Не подвеска. Что-то шаркает у меня все время. Хочу такую чуть-чуть джипистую. Но не джип-джип огромный. Но чуть повыше я хочу машину. И чтобы как-то... Я здесь сижу вот это... Я внизу в самом... То есть я и так-то маленькая. Виталик тоже у меня. Она у нас такая... Ну, это Хонда. Это Хонда 2016 года. Хонда Сивик. Да, 2016 года. Она такая низенькая. Но красивая. Со стороны она красивая. Но не больно функциональная в плане вот этом. Что она низкая. Не везде там она проходила. В наших этих дебрях. И по ямам. Нет, конечно. Но вот говорю, вот такие есть места, где она у меня цепляет. А, и вот где еще. У нас не то чтобы ямы кругом. Конечно, у нас дороги нормальные в плане... Хотя кто-то говорит, что в Калифорнии хуже, чем в другой Америке. Я не знаю. Меня вполне устраивают наши дороги. Есть такие места. Вот, например, в Бейлмонт. Я езжу иногда в этот... Такие горные, уже ближе к Сан-Франциско. И там, когда на горах дома стоят, ты поднимаешься, 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 поднимаешься. Потом раз. И у них в некоторых местах нет даже парковки. То есть вот такая улочка между домами узкая. Потому что это горные такие дороги. Дома шикарные такие дорогущие там стоят, да? И вот такая улочка. И чтобы припарковаться, они делают такой как бы пятачок, асфальтируют. И вот так на него заезжаешь. И там как бы подъемчик такой на него. И я все время... Я и одним колесом. И так аккуратно. Все равно... Ну да что ж такое-то? Они там все, конечно, в горных этих на джипах. Смотрю на всяких там пикапах. Больших вот этих вот. Траки здесь называются. Мини-траки. Небольшие это. Вот. Я со своей машинкой, я говорю, все время что-то шаркает там у них. На эти возвышенности. Когда вот так раз-раз-раз-раз. И переходит. И я обязательно думаю, ну что же такое-то. Отвлеклась. В общем, рассказала, что я сейчас царапнула. Ну не то, что отвлеклась. Я просто болтаюсь с вами. Не знаю, что болтаю. Рассказать что-то. А, я же подстриглась, да? Я себя-то не вижу. У меня телефон перевернут. Подстриглась вчера. Спасибо Машеньке. Привела меня в порядок. Вот. Надо еще что-то придумать с цветом волос. Я решила, что все-таки темные. Мне как-то пока легче. Поддерживать. Потому что со светлым я подустала. Вот. Но оттенок мне не нравится. Мне нужно выбрать красивый оттенок. Давайте выберем мне красивый оттенок. Раньше у меня был махагон. Сейчас не знаю, что мне такого. Но я чувствую, что мне надо чуть потемнее. Потому что он какой-то, видите, рыж... Ну, какой-то в рыжину отдает. Вот. Что еще новенького? Стараюсь тоже что-то делать насчет этого. Я же вам и говорила. Амазона. Но пока у меня не сильно быстро это все получается. Я думала, с вами будет это быстрее. Я, конечно, знала, что я никому не нужна. Но чтоб настолько ничего не получилось. Потому что тот промежуток, когда у меня был период, когда у меня было хорошее вознаграждение в Дордаше, я призыв к действию сделала подписчикам, зрителям. Но под самим вот этим призывом 5 лайков только. 5 комментариев, вернее. В самом Фейсбуке всего лишь 2 или 3 репоста. Перепосты, как сказать-то. Расширились всего лишь 2 или 3 человека. Вот. Ничего не получилось особо. Там даже в группах. И даже те 3 человека, которые висят у меня, как сказать, в приложении, имена и фамилии, ни одной поездки не сделала. Но одну девушку я точно знаю. Но у нее что-то там не получается. Потому что далеко, очень далеко от нее офис Дордаш. Вот. И почему-то они приехали, ей не дали набор для работы. Ну, должны были приехать. Но где-то я прочитала в комментариях, этот в Фейсбуке, не помню, что... Сейчас вроде как они не ездят на дом, не привозят. Нужно ехать в офис. Вот. А офис у нее далеко от нее. Так что вот. Особо результатов никаких нету. Ну, и теперь получается, я думала, с вашей поддержкой у меня получится быстрее. Но теперь, наверное, будет очень медленно. Снизил Дордаш мне этот вознаграждение. Ну, и... А собирать как бы так по крупицам это долго. Долго мне очень. Чтобы собрать на... Стартовый капитал такой, так называемый, чтобы начать. Ну, пока как бы откладывается. Из-за обстоятельств. Потому что здесь собрать сумму, чтобы начать это... А мне, кстати, спасибо большое. Один мужчина написал, что... Может, говорит, вам машину продать эту и купить подешевле. Чтобы начать, чтобы... Ну, нет, не получится так. Потому что машина у нас в кредите. Мы большую часть за нее заплатили уже. То, что мы продадим, мы вообще, получается, ничего не выиграем. Мы же должны будем банку отдать. Оставшуюся сумму. А как известно, там, поначалу ты проценты даешь. Ну, что-то так как бы невыгодно. Я тут тоже посоветовалась. Ее нет смысла сейчас продавать. Абсолютно. Мы за нее платили, платили, платили. Или я сейчас продадим все, отдадим банку и останемся ни с чем. А так вот машина останется. И тем более она не новая. Ее дорого не продашь. С 16-го года все-таки. И на ней много миль. Я много езжу. Мы много ездим. В Техас ездим. Ну, в общем, вы знаете, мы такие. На месте не сидим. Вот. Надо посмотреть, кстати, сколько миль-то наезжено. Уже с 16-го года-то. 74 тысячи. Представляете, 25. Вот. Так что обидно, конечно. Очень жалко. Я очень рассчитывала, что у меня получится. Очень надеялась. Ну, ладно, значит, так. Так будет. Потихонечку, потихонечку. К чему-то я приду. Я почему-то думала, даже кто-нибудь может откликнуться из наших подписчиков, зрителей, кто уже этим занимается. Думала, может, что-то мне дельное подскажет, напишет. Так. По старой дружбе. Ну, никто не откликнулся. Может быть, и нет таких, я не знаю. Ну, видите. Я думала, местные еще есть кто. Что-то мне... Я, конечно, читаю это. Но это все такой пока темный лес. Это медленно все. Понимаете? По крупицам я собираюсь здесь, что-то здесь, что-то. Что-то, какая-то пазла у меня сходится. Но это все такой медленный процесс. Хочется, правда, вот что-то прям сразу тебе, чтобы сели, показали, без воды, как говорится, и объяснили. Но, естественно, без стартового капитала, чтобы нужно же вложить в этот товар. Хотя бы научиться, пока я ищу, коплю деньги на товар, пока я ищу эту возможность, ну, где найти деньги на товар. То в это время хотя бы мне учиться, обучиться, понять, что-то как. Ну, ладно, мне пора идти. Все, всем пока-пока. Вышли с Евочкой погулять вечером, прокатиться. Посмотрите, какие у нас зацвели. Это кустарник такой, можно сказать, да? С цветами. Красотища просто. Меня удивляет здесь, знаете, у нас возле каждой квартиры свет круглосуточно включен. И вот на лампах. Почему не выключают, а? Жалко, вот он целыми днями, сутками горит и горит, горит и горит. Спасибо, что пропустила. Да, молодец, Ева. Вот, видите пакетики? Так, сюда надо гинать. Молодец, Ева, езжай здесь. Слушайте, вот так вот не боятся эти родители, да? Отпускают целой гурьбой погулять. Прям на дороге. Я вот беспокоюсь, ну, как бы, не знаю, беспокойно даже за чужих-то детей. Вот о чем я говорила, видите? Везде они горят. Эти фонари. Светлынь. И утром, и днем, и вечером горят, и ночью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова